В Карагандинской области появится завод по производству железного концентрата. Инновационный проект Балхашской компании стоимостью более 500 миллионов тенге рекомендован для включения в карту индустриализации на заседании Координационного совета по председательству Макима области Баужана Абдишева. Компания Iron Concentrat находится в Балхаше. Сегодня завод внедряет новое производство. Теперь переработанные минеральные ресурсы, которые ранее в Казахстане не использовались и считались отходами, компания хочет перерабатывать и продавать. Сегодня завод получил первый пробный продукт. Уникальность состоит в том, что ранее это средство не перерабатывалось до такой степени и невозможно было получить кондиционный железный концентрат. Мы это сделали и второе, что мы это все вписали в существующую технологическую линию. Накануне проект презентовали Координационному совету по фортированному индустриально-инновационному развитию. Идею одобрили и передали на рассмотрение Министерству индустрии новых технологий. Среди тех, кто рассчитывает на поддержку государства, и компания Global Chemicals Industry. Предприятие планирует построить комплекс по выпуску боритового утяжелителя на базе месторождения Бестабе. По словам руководителей компании, это будет самый крупный высокотехнологичный завод в СНГ по переработке боритовых руд. Его общая стоимость составляет более 4 миллиардов тенге. На Северном море находятся сверх глубокие скважины нефтегазовые. Туда требуется очень высокое качество продукции. И это будет первая компания, которая будет продавать продукцию данной категории на Северном море. Если в кратчайшем широкий нам одобрят передачу прав недропользования месторождения Бестабе, мы в течение 12 месяцев готовы реализовать проект. На заседании курсовета были рассмотрены еще ряд проектов для включения в карту индустриализации и поддержки в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Кроме того, впервые были рассмотрены и одобрены два проекта на субсидирование процентной ставки по программе развития моногородов. Необходимо отметить, что ставка субсидирования возмещаемого государством в рамках программы моногородов до 10%. Если по бизнесу «Дорожной программе бизнес-2020» до 7% было, а по моногородам 10%. Поэтому здесь также отсутствуют сегодня отраслевые ограничения. Если раньше были отраслевые ограничения, там торговля не поддерживалась, там были определенные ограничения. То есть, сегодня все эти ограничения сняты.